Всем привет, с вами Прия. После Близкона прошло уже чуть больше месяца, и различные игровые журналы, различные игровые сообщества продолжают черпать различную информацию из того, что в принципе было дано. Да и сами разработчики, в принципе, относительно охотно рассказывают о различных нововведениях. И сегодня мы поговорим о нововведении в Ковенантах именно для Рыцарей Смерти. Для магов способности уже были давно показаны в виде примера, и выглядели они довольно-таки неплохо. В принципе, у ДК все тоже очень хорошо, и просто замечательно то, что на текущий момент для ДК выдвинули абсолютно все способности Ковенантов. Потому что если посмотреть на патч 8.3, то в патче 8.3 ДК будет чувствовать себя хорошо, и это в принципе закономерно. Так что у людей будет большое количество времени с целью того, чтобы прокачать себе ДК и просто-напросто освоиться на этом прекрасном игровом классе. Ну что ж, начнем рассматривать абсолютно все Ковенанты, и выдвину свое мнение насчет того, какой Ковенант больше для ПВП зайдет, какой для Соло Таргета, какой для АОЕ ситуаций. Ковенант Ночной Народец обеспечивает Рыцаря Смерти способностью Долг Смерти. Долг Смерти имеет мгновенное действие, радиус применения 30 метров, а время восстановления 45 секунд. Выбранная область начинает загнивать, нанося находящимся в ней противникам урон от сил природы в течение 10 секунд и вытягивая из них силу. При этом понижается наносимый урон на 10% у противников, а у Рыцаря Смерти увеличивается сила на 10 секунд. В принципе, это что-то наподобие Смерти Разложения, наподобие Осквернения, самого обычного, но с некоторыми эффектами. В принципе, это весьма неплохо, понижение входящего дэмэджа на 10%, а также повышение мейн статы. Самое главное, на какое число будет она повышаться, но выглядит довольно-таки неплохо. Далее, Ковенант Кирий дает способность заковать недостойных. Мгновенное действие, радиус 30 метров, время восстановления 1 минута. Вы указываете вашей цели на грехи прошлого, уменьшая наносимый ею урон вам на 5% и нанося 12 тысяч урона от Тайной Магии в течение 14 секунд. Время перезарядки этого умения уменьшается на 4 секунды каждый раз, когда вы наносите урон способностью, которая тратит руны. Выглядит довольно-таки неплохо, с целью того, чтобы использовать в соло таргет и снизить входящий дэмэдж на 5%. К тому же, наносимый урон в течение 14 секунд выглядит неплохо. Ну а время восстановления 1 минута, в итоге просто-напросто это время восстановления снизится секунд до 30-40. Мы помним о том, что у ДК 6 рун, которые тратятся достаточно активно, а снижение на 4 секунды за каждую используемую способность, которая тратит руны, это довольно-таки серьезно. Ковенант Винтиров дает способность Кишащий Туман. Это мгновенное действие с временем восстановления 60 секунд. Густой Туман окружает вас на 8 секунд, повышая ваше уклонение на определенное число. Также наносит определенное число урона от Магии Тьмы каждую секунду всем врагам в радиусе 10 метров. За каждого задетого врага вы получаете 3 единицы силы рун. Да, это что-то похожее с Ночным Народцем и способностью Долг Смерти. Принцип имеется в виду то, что там АОЕ способность и здесь АОЕ способность. Но Кишащий Туман выглядит чуточку слабее, так как повышается всего лишь уклонение, а не понижается входящий дэмэдж. Также мы наносим дэмэдж, а не получаем статы. Играя танком, хочется получать статы с целью разгона характеристик, дефенс характеристик. Ну а Кишащий Туман скорее всего просто подойдет для дамагеров. То есть прекрасное возможно нанесение дэмэджа, если цифры будут неплохие. Также регенерация силы рун, нанесение урона всем врагам в радиусе 10 метров. И возможно это выглядит прекрасно для дамагера, чем для танка. Ну как-то так пока что это видится способность. Ковенант Некролордов дает способность Мерзкая конечность. Мгновенное действие, время восстановления 1,5 минуты, 90 секунд. Вы отращиваете дополнительную конечность на 8 секунд, которая наносит урон от тьмы каждые 2 секунды всем ближайшим врагам. Если враг находится от вас дальше 5 метров, вы притягиваете его к себе. Где это может быть использовано в ПВЕ? Ну скорее всего хватка кровожада в принципе себя неплохо показывает, но она есть только у танка. Будучи дамагером, притягивай к себе мобов. Ну не знаю где это может пригодиться. Это больше всего для ПВП будет полезно с целью того, чтобы просто-напросто притянуть к себе каких-либо кастеров. То есть длится 8 секунд, КД 90 секунд. И если цель отходит от нас дальше чем на 5 метров, мы притягиваем ее к себе. У ДК всегда были проблемы с мобильностью, так что возможно Мерзкая конечность позволит как-то более стабильно чувствовать себя в каких-то таких файтах, где нас кайтят и где происходит какой-либо лютый трэш. Информация взята с журнала Game Informer. Там весь текст на английском. Собственно посидел, попереводил его и предоставил вам. Всех вам благ, счастья, здоровья. Жду в комментариях ваши мысли насчет ковенантов у рыцарей смерти. Может быть у вас есть какие-то свои интересные предикшены насчет того, где можно использовать эту мерзкую конечность от некролордов. Берегите ноги. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok